Российский депутат обсуждает, как ответит США на болезненные американские санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний. Сегодня в Государственную Думу был внесен законопроект о контрсанкциях. В нем депутаты предлагают запретить лекарства, табак и алкоголь из США, а также продовольствие и IT-оборудование для государственных учреждений. Помимо запрета на ВОЗ, они предлагают запретить экспорт в США урана, ракетных двигателей и комплектующих для авиалайнеров. Как ожидается, окончательное решение о контрсанкциях будет объявлено уже на следующей неделе, что не помешает обсудить возможный ответ Москвы с нашим экономическим обозревателем в российской столице Сергеем Козловским уже прямо сейчас. Сергей, приветствую тебя. Итак, вот что некоторые депутаты предлагают, как мы слышали, вот этот вот запрет, например, в частности на лекарства. Насколько сильно скажется запрет на продовольствие, на лекарства, на жизни простых россиян? Насколько велика доля, скажем так, этих товаров в российском импорте? Что можно сказать насчет продовольствия? Тут вопрос решился уже, наверное, еще в 2014 году, когда было введено продуктовое эмбарго, потому что еще тогда, собственно, поставки продуктов из США, непосредственно импорт, они уже почти прекратились. Что касается лекарств, то здесь, конечно, эксперты говорят, что это может быть достаточно чувствительно. Для американских компаний сложно сказать, но там небольшая доля у них выручки идет из России, не такая большая доля, чтобы из-за этого прям очень сильно беспокоиться. Но россиянам, конечно же, можно некоторые найти аналоги американских препаратов. Но вот эксперты часто говорят о том, что некоторые аналоги не так хорошо лечат, как оригинальные препараты, поэтому здесь сложно сказать, но, скорее всего, какое-то влияние на россиян будет. Да, но при этом парадокс. Продовольствие запретили, а рестораны Макдональдс все еще работают в России, или они к Америке уже не имеют отношения? Имеют, конечно. Вообще, Макдональдс как бы работает часто по такой франчайзинговой схеме, но в России многие рестораны принадлежат все-таки еще ему. Но здесь, наверное, стоит отметить, что тот же Макдональдс, он довольно сильно интегрирован в российский бизнес. Они часто говорят о том, что они покупают продукты у российских производителей. Вот если такой крупный покупатель уйдет, то, наверное, российскому бизнесу будет тоже не очень приятно. Часто приходится слышать, давайте выгоним Кока-Колу, например, отсюда. Но здесь та же самая история. У многих американских компаний, у них здесь есть производство, у них здесь есть, они создают здесь рабочие места, поэтому здесь сложно придумать такой вариант, который будет только им во вред. Ну и, кстати, по поводу вреда. Как мы уже слышали, некоторые российские депутаты предлагают, и даже законопроект это внесено, прекратить сотрудничество с США в космической сфере, не поставлять ракетные двигатели. Но для кого это будет более болезненный удар, если действительно такое сотрудничество прекратится? Тут можно сказать, что действительно поставка двигателя RD-180, если ее запретят, то это будет болезненно для Америки в течение некоторого времени, пары лет, может быть, трех лет, потому что Америка от них пока зависит. Но здесь вообще все будет зависеть от того, насколько обе стороны готовы идти на эскалацию. Например, еще же есть предложение прекратиться сотрудничество в отрасли авиастроения. И если, скажем так, наехать на Boeing, то тогда будет очень сложно дальше сотрудничать. Половина авиапарка в России — это Boeing, плюс Boeing активно участвует в космической программе. И если поссориться с Boeing, то тогда вообще непонятно, как дальше будет реализовываться та же программа МКС и будущее сотрудничества с США в космической сфере. Потому что у США есть тот же SpaceX, и у них в этом плане будущее выглядит как-то более, скажем, обнадеживающе, чем в России. И России, скорее всего, в будущем понадобится помощь США. И ссориться вот в этой именно сфере, конечно, будет непродуктивно. Это точно. Ну, правда, члены правительства российского говорят, что санкции будут введены только в том случае, если это не будет наносить удар по экономике России. Так что есть вероятность того, что все-таки вот этот вот пакет мер, о которых мы говорим, принят не будет. Я благодарю нашего московского корреспондента Сергея Козловского. И действительно добавлю, что пока непонятно, что именно запретят. Проект закона написан довольно широко. Конкретные товары будет определять действительно правительство, а решать, как уже говорил Дмитрий Медведев, будет решать все президент. Между тем, тот же самый Дмитрий Медведев, о котором я упомянул, известный поклонник айфонов. Это ни для кого не секрет. И мы попробовали представить, от чего американского могли бы отказаться и другие патриотически настроенные политики и чиновники. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok